всем здравствуйте дорогие друзья вы снова на канале купить недвижимость в испании меня зовут анна я агент по недвижимости в валенсии агентство называется испанинвест вот такое сегодня спортивной форме почему правильно потому что мы с вами будем и продолжать изучать районы валенсии на практике сегодня мы начинаем с вами рассматривать новый район валенсии под номером 12 район называется каминс альграу состоит из пяти микрорайонов первый из них айора мы будем рассматривать сегодня что начинаем с вами движение микрорайон айора он не такой большой но довольно насыщенный очень очень разный от очень бедных домов до очень не бедных вот трамвай проезжает видите да трамвай и метро это одно и то же вот видите трамвай превращается в метро у нас на глазах он ушел под землю приехал с земли до откуда то может быть с моря и ушел под землю это у нас он написано видите метро валенсия то есть запоминаем для тех кто вдруг первый раз присоединился к каналу метро в валенсии и трамвай валенсии это одно и то же одна и та же карточка просто метро выехавшие на землю называется у них трамвай ну что вот там у нас улица сэрерия которая отграничивает район каминс альграу и микрорайон айора от от 11 района по блат смотрите ну и мы с вами будем двигаться в ту сторону и я вам буду показывать и рассказывать что-нибудь про районы микрорайон айора друзья что касается микрорайона айора он очень разный как я вам уже сказала здесь есть очень дорогие дома которые мы сейчас в основном с вами наблюдаем вот да впереди домик здесь мы вообще на большой площади находимся около около метро посмотрите дома очень хорошие они очень недешевые а вот впереди там белые домики внутренняя их часть они конечно поскромнее и справа домик рыженький такой он тоже скромный давно построенный это видно сразу и он такой покрашенный да принципе он в хорошем состоянии но он старенький однако учитывая что мы с вами находимся в очень хорошем месте у нас здесь море рядом минут десять пешком соответственно ценники здесь будут высокие вечная больная тема наша с вами вопрос цены но здесь цены будут где-то 170 180 это вот в скромных домах да а в хороших домах это будет и 300 а вот к куда мы идем сейчас смотрим это однозначно будет 300 примерно плюс-минус слышите музыка играет музыка играет очень часто в школах здесь почему-то на каждую перемену включают музыку причем с такой громкостью что ну дома находиться бывает сложно дальше сейчас мы с вами немножечко будем гулять по айоре и смотреть что здесь есть интересного и так смотрите от метро от метро у нас начинается метро моритим и от него вправо у нас начинается большой большой проспект который называется хирони монсорью дома здесь разные богатые ну скажем так дорогие в перемешку с недорогими дальше если вы видите у нас тут идет какая-то постройка вообще в этом районе достаточно достаточно идет строительство и реконструкции и реновации дому что конечно же неплохо более чем вообще после корона вируса я вам скажу очень активная началась жизнь в городе очень много начали всего строить восстанавливать люди подкопили деньги да потому что никуда не ездили никуда ничего не делали и они их начали активно очень вкладывать и пока и купли-продажи конечно но это просто был что-то что-то из ряда вон выходящие люди покупали и продолжают до сих пор покупать очень много но если после корона вируса это где-то двадцать первый год да наверное активировались очень испанцы они много покупали то есть больше чем обычно то сейчас конечно связи с войной покупают больше иностранцы а испанцы уже подуспокоились смотрите идем с вами по улице фуста и свернули на улицу рио холон просто показать вам урбанизацию их на самом деле не такое большое количество в городе но есть но есть иногда вы меня просите именно в урбанизации что-нибудь и при этом у вас всего там 200000 вы что-то хотите в урбанизации не друзья мои урбанизации они гораздо дороже за 200 тысяч найти ну это прям это прямо очень хорошо либо очень далеко и не валенсия в основном конечно здесь 250 и выше ценники предполагаю что там есть бассейн но заглянуть я не могу детская площадка какая-никакая тоже имеется и ну смотрите довольно хорошие приличные домики очень даже здесь неплохо хотя балкончики но вы посмотрите это просто квадратик метр на метр просто издевка я бы сказала ну так и сделай ты вдоль соединить эти два балкона между собой сделай один нормальный нет мы сделаем вот такую издевочку а зато на верхнем этаже видите заплатили можно сказать в полтора раза больше и у них нормальный человеческий широкий балкон даже похоже на терраску ну что двигаемся дальше а вот дом напротив напротив этой урбанизации смотрит на эту сторону очень скромный лифта там нет я уже вижу просто лестница да и вот вам пожалуйста то есть здесь у нас все скромненько и но это прям видно вот после по самому дому видите какая-то вот вот эти вот кирпичики вот эти вот дырочки ну как то не знаю мне например понятно что он скромный хотя на последнем этаже у него террасы на минуточку нулевых этажей нет то есть нулевой этаж начинается очень высоко он я бы его назвала скорее межэтажью то есть энтрепланта да и там вот справа у нас улица серрери но мы с вами уйдем в другую сторону пойдем дальше по улице фуста которая фуста на валенсийском означает дерево или деревянное что-то да и продолжим изучать айору и так обходим урбанизацию и напротив нее по другой улице у нас вот такие вот обычные домики до низкие немножечко с высокими в перемешку и вот сейчас появляется ведь тоже довольно приличный дом с гаражом с каким-то тут нижним этажом под бизнес то есть здесь мы однозначно можем видеть более скажем так современные что ли до постройки нежели мы видели в кабаняли напротив которого мы сейчас собственный ходим он у нас с вами слева слева после проспекта серрери что мы здесь имеем это вот у нас дом престарелых да вот у него пять звезд видите пять звезд там даже написано боя соль резиденция для престарелых кстати резиденции здесь совсем совсем не дешевые и далеко не все люди могут себе позволить провести это остаток жизни в таких резиденциях от трех тысяч до пяти тысяч в месяц составляет проживание там поэтому часто бывает что если у человека никого нет да например то он конечно себе такое не позволит есть всякие субсидии и так далее но это не не в пять звезд вы попадаете явно то вы попадаете в более скромные да скажем так апартаменты а сюда в основном попадают либо очень богатые состоятельные пенсионеры до которые ну видно бизнесом или чем-то заработали более того обычно у многих пожилых людей есть семьи то есть есть дети есть внуки но они живут здесь это нормально это не как в наших странах что это позор стыд и позор как это так твой родитель находится в доме престарелых когда ты жив и можешь о нем заботиться здесь другое отношение к этому ко всему то есть и сами пенсионеры и их дети осознают прекрасно что человеку будет гораздо удобнее в более хороших условиях совсем необходимым чем если я должна буду разрываться между тем чтобы заботиться например с о больном человеке и найти время на работу на семью на ребенка и так далее просто люди логически понимают что здесь человеку будет гораздо удобнее и он это понимает и он так как здесь вообще в принципе европа эта страна очень очень независимая в плане семьи то есть нет тут такого и вы наверняка слышали что там например родители сидят с внуками здесь это это нет да то есть говорят родители своим детям говорят я своими внуками сидеть не буду на и меня не если тебе некогда очень очень редкий вариант когда родители согласно сидеть с внуками поэтому вот это вот независимость до пожилого пока поколения она в принципе распространяется и на то чтобы жить в резиденции то есть они не хотят никому мешать они прекрасных отношениях но родители живут вот в таких местах да а дети их навещают когда хотят на мой взгляд очень удобно ну вот смотрите рядом с резиденции у нас идет совсем другой домик очень такой скромный давно его не красили непонятно вообще можно ли его красить не очень да правильно сделано желательно конечно его покрасить и привести в порядок более того по нему даже ленточка тут натянута красненькая наверное что то есть не буду делать скорее всего просто скидываются на то чтобы его привести в порядок естественно на это нужно время чтобы собрать деньги и сразу сумму выложить невозможно поэтому люди ежемесячно например доплачивают не платит не 30 евро в месяц а 50 например месть так вышли мы с вами на какую-то улицу филиппе сальвадор очень популярная улице давайте по ней пройдемся чем она популярна но здесь часто что-то продается я вижу и она она хорош хороша тем что мы опять таки выходим на эту улицу и прямо попадаем к морю по прямой никуда не сворачивая дома здесь не самые богатые они скромные где-то нулевой этаж первый этаж начинается очень низко где-то повыше кабели торчат вижу где-то есть безбалконные например квартиры да и дома безбалконные но все равно эта улица в цене только потому что она очень близко к морю минуточек 10 наверное пройти вот поэтому видите есть очень прям такие вот дом вот где зеленые где зеленое одно толь до толь до это навес да вот там прям даже отвалилась уже отвалился уже камень вокруг окна вот да на втором этаже прям вообще вообще не заботятся хотя балкончики такие вроде неплохие и все ну видите по-разному бывает на самом деле и и дальше смотрите после него идет прям такой приличный приличные домики двухэтажные до такой комплекс здания очень даже приличные он написано что продаются гаражи вот кому надо может гараж прикупить сколько здесь может стоить гараж я думаю 15 20 25 тысяч даже наверное не 15 все-таки скорее ближе к двадцати двадцати пяти потому что эта зона очень востребована очень популярна здесь не низкие цены поэтому соответственно живет определенная категория людей для которой 25 это нормальные деньги за гараж упираемся с вами в очень интересное здание видите два этажа потом террасы и еще два этажа возможно это дуплексы и по крайней мере верхние этажи но вообще интересно посмотрите какие терраски у людей очень классно на мой взгляд из из вот прям длинные длинные видите дом длинное здание и очень приличное и слева тоже повыше здание такое же да при по идее но здесь решили все четыре этажа построить в один ряд и просто сделать большую террасу наверху очень даже неплохо ценники но это нужно смотреть я думаю где-то между 250 и 350 это может стоить а то и больше возможно им даже видно кусочек моря но этого я знать не могу так вот это у нас улица хосе агилар и вот эти домики и напротив этих домиков посмотрите какие идут у нас очень такие мы их видели с вами не раз это в кабани аль нам напоминает на мальворосу напоминает в один ряд разные разноцветные домики в принципе называются можно их назвать а до саду то есть у нас дверь это на одну семью и дальше идет уже другой дом с другой семьей очень даже миленько и красивенько а рядышком видите идет уже двухэтажный ну вернее трехэтажный по нашим меркам с вами трехэтажный домик вот смотрите в этом большом доме где мы который мы смотрели до лидл находится магазин один из крупных супермаркетов в городе валенсия ну на самом деле самый популярный это консум и меркодона но также есть лидл и алди это тоже два крупных супермаркета но их гораздо меньше и реже можно встретить в городе ну вообще в принципе по все по всей валенсийской провинции так едем дальше скромные домики с угловым с угловыми балконами пожалуйста вашему вниманию о смотрите что я нашла свернем с вами и пойдем посмотрим вновь строящийся дом во первых слева дом видно что он более-менее новенький да хотя уже изрисованные жалюзи о многом говорят и вообще странно что все закрыто может быть у испанцев уже лето началось мы сейчас в середине июня даже ближе к концу и вот очень много бизнеса закрытом и вот видите напротив идут дома более скромные но честно сказать не отталкивающие абсолютно нормальные дома до старенький домик ну и впереди у нас новострой какой-то будет сейчас дойдем посмотрим что за новострой я вам скажу какая-то улица возможно кого-то заинтересует и он захочет что-то здесь купить ну смотрите ведь какой домик строится у компания от с и называется nerea residential ну что я не знаю сколько это может стоить друзья мои это вот там вам телефон указан звоните узнавайте я думаю что здесь уже все выкоп выкуплено или почти выкуплено но смотрите довольно большое здание то они строят такое немаленькое скажем так здание немаленькое интересно что здесь было до этого они снесли какие-то постройки ну наверное снесли но я сейчас не если честно не помню что там был давайте обойдем он там какой-то парк я вижу уже ну что я вам не раз говорила о моем отношении к новострою я считаю что в испании не умеют строить и руки у них не там где нужно чтобы они были поэтому как бы он не был новострой на словах он все равно будет не сильно качественно сделан и и это вы быстро заметите поэтому я предпочитаю купить вторичку и просто ее отремонтировать под себя нормальными руками и материалами вот видите внутренний двор будет у этого дома возможно не будет потому что скорее всего вряд ли здесь еще что-то построить напротив но шанс есть что что-то построит вот смотрите на этой улице как построена пальму не стали убирать и ведь как машина объезжают дорога сделана вокруг этого дерева зато пальму сохранили она тут можно сказать единственная растительность домики вокруг ну вот дом который мы видим хороший в принципе его даже реставрирует вот пожалуйста ведь когда-то он был ужасный и вы наверняка могли проходить играть какой ужасный дом они у никто не заботится но почему же не заботиться люди просто собирают деньги это может занять год а то едва на сборку средств для реставрации дома вот они таки собрали и он теперь какой коричневый красивый цвет получается ну назовем его шоколадным хотя у меня другие ассоциации хороший дом короче а напротив а напротив видите безбалконный очень скромный такой такой какой-то не знаю не сильно хороший но если бы он был там тысяч за 60 то был бы отличнейший дом но он же не 60 он будет где-нибудь 160 а за 160 он не отличнейший ведь все домики без лифта смысле без лифта говорю без балкона ну если он есть он такой номинальный формальный куда встанет только одна мужская нога 45 размера а то и 43 вот только влезет поэтому тут уже вам судить нравится вам такое или нет идем дальше вот смотрите это уже готовая часть вот этого новостроя ну так покрашенную в принципе балкончики будут и ладно колонна на балконе видите красная ну и ну и вот и вот и так что теперь делать и уводим взгляд с вами направо эти пристройка к обычному дому ведь и пристроен четко к обычному дому так здесь строит то есть здесь будет несколько подъездов и дальше вот смотрите двадцать пятый подъезд на улице местребайс это и есть дом номер двадцать пять не подъезд двадцать пять а дом двадцать пять дальше смотрите какие дома замечательные это улица малима марину альбеса которая идет вправо и собственно влево очень популярная здесь улица и у меня здесь клиенты покупали ни один ни одну квартиру а этот дом узнавайте вспоминайте кто постоянно смотрит канал тот вспомнит это дом как раз где было куплено моими клиентами две квартиры это дом без лифта с большим большим внутренним двором с растениями из даже можно сказать со своей парковкой заезжать туда нельзя но туда все заезжают и я тоже очень на мой взгляд приятный дом да сейчас мне скажите кто-то скажет ну там же есть цыгане да в айоре друзья мои есть цыгане вот такая вот незадача они собственно есть то везде но везде у них разное поведение то есть здесь я со своими подружилась они меня любят они мне все всячески помогают если видят что у меня проблема случилась у меня как-то проблема я припарковалась внутри и меня зажали машин какой-то идиот потому что здесь очень нормально ну как бы встать перегородив путь но при этом ты не ставишь на ручник я выхожу откатываю машину и уезжаю это вообще норма здесь так вот идиот поставил ее на ручник естественно сдвинуть я ее не могу и я зажата со всех сторон я не могу выехать я сидела два часа в машине мне пришлось вызвать полицию полиция приехала и вызвала вот эту как она называется эвакуатор и эвакуатор эту машину увез и понимаете ну как бы делать это мне не хотелось абсолютно мне хотелось решить по-хорошему но я не понимала где человека когда он придет я бибикала поняла что этот человек может вообще не находиться в этом комплексе здания он может вообще ушел куда-то да и вот он пришел и машина у него не было а все почему а потому что блин надо головой думать а не задницей и не ставить на ручник машину такие случаи бывают и вот теперь я стараюсь на не заезжать потому что меня прижмут боюсь что прижмут друзья значит улица малину альбеса посмотреть какой замечательный парк идите давайте посмотрим вот у нас улица индустрия пошла до это как раз вот где куда выходят окна квартир моих клиентов и вот здесь вот небольшой парк смотрите замечательный такой парк очень приятно очень много зелени как вы видите что очень важно летом когда можно выйти и посидеть здесь на лавочке пожилым людям и в теньке это классно ну и можете посмотреть слева домики домики они старенькие они мало ухоженные но с бизнесом внизу некоторые да и в принципе возможно их участь сносить и строить многоэтажку но не знаю здесь на самом деле да этот район довольно сильно обновляют и в принципе возможно здесь будет скоро много многоэтажек и вот кстати сейчас мы с вами тоже увидим еще один дом который в строительстве находится вот смотрите крайний домик последний вдоль он начал строиться еще до кризисные времена там 2007 год и был заброшен и только в этом году вернее не в этом наверное в конце 22 начале 23 его представляете заново стали отстраивать и приводить в порядок почему возможно сменился хозяин и то есть его банк отнял постройку потом кто-то выкупил вот видите написано 17 viviendas 1 2 и 3 спальные плюс тростерос это у нас не кладовки ну как ну да кладовки тростеру которые отдельные помещения внизу в гаражной зоне хотя я не знаю будут тут гаражи или нет но в целом видите вот строят очень шумно но когда-нибудь они это все-таки построят а теперь посмотрите взглядом вправо куда этот дом смотрит а смотрит он дорогие мои на парк айора и на метро айора собственно то есть расположение здесь просто шикарнейшая и ну на самом деле а такому как говорится можно только мечтать мы с вами находимся на улице херониды мон монса не и не помню короче мы с нее начинали которая которая там вот в метро в начале да мы с нее начинали херони короче какой-то и идем с вами к метро идем к метро вот вот видите будет спуск в метро и параллельно будет значит парк айора в метро мы конечно не пойдем вот парк можем до парка дойти это еще не парк это просто растительность перед парком парк у нас огорожен и вот смотрите дома напротив ой друзья как классно вы представляете вы не просто не смотрите лоб в лоб в другой дом вы не просто имеете простор перед глазами но еще и зеленый простор я не знаю для меня лично в валенсии это большущая редкость и смотрите постройки очень разные многоэтажки в перемешку с низкими домами видите более того он там кто-то на крыше делает даже ремонтирует то есть это сносить они не собираются но ценники здесь все равно будут не низкие цыгане цыгане ну я не знаю я не видела их в таком количестве в котором иногда слышу от русскоговорящих вообще две вышла слышал я версии об айоре от русскоговорящего населения первое что это классные районы там надо жить вторая что там цыгане нечего там делать ну поверьте мне не сравнить количество цыган их поведение и их уровень развития здесь и например в тресфорке с вот как бы это и по цене будет видно когда вы в тресфорке сможете купить квартиру за 30 тысяч даже в 2023 году да и здесь что вы здесь за 130 купите но под ремонт что-то у вас будет поэтому на мой взгляд даже неприлично сравнивать и вот у нас забор начинается и за ним парк айора я по нему особо не гуляла честно вам скажу некогда мне гулять по паркам смотрите улица консерва смотрите какие два домика заброшенные просто жутко заброшенные вот прям вот хочется купить понимаете вы представляете сколько он может стоить до дофига он будет стоить просто потому что ну парк айора находится да и в шикарном месте надо все таки вот мне нужно прям нанять отдельного человека который будет выяснять хозяев выискивать хозяев этих домов и потом у них это все скупать но для этого маня должна быть очень богатой тетей который можете позволить скупать здесь весь хлам и потом его ремонтировать и например перепродавать но в любом случае друзья мои я мне раз говорила что сейчас на 2023 год и уже это не первый год когда инвестирование спасли в последующую ремонт и перепродажу здесь не ликвидно вы заработаете копейки это вообще никому не нужно ну я считаю что это очень маленькие суммы которые можно заработать поэтому нет никакого смысла этим заниматься вот мы идем с вами по парку айора первый раз с вами я его посмотрю здесь очень много зелени и она очень большая что скрывает нас 40 градусную жару от солнца и это очень важно смотрите это дерево наверное упала его так в таком виде и оставили здесь лежать ну и вообще деревья довольно много многолетние видно это и здесь довольно уютно и приятно птички птички летают и даже наверное это вот это вот кричат попугаи таким вот матом это попугайчики где-то кричат а его может быть спилили это дерево видите несколько спилили и бросили не знаю почему ну так вот и представьте если вон там дом в просвете до появляется между между деревьями не знаю возможно это там увидеть или нет ну представляете как круто им живется здесь глядя на парк смотрите какой фикус шикарный ну или не фикус как там у нас ну фикус написано макрофия очень крутой очень такие деревья вообще очень красивые и такие мощные приятные хочется сразу туда залезть мне и построить там шалашик и жить вот смотрите дома я даже боюсь боюсь заикаться сколько это может стоить здесь триста четыреста я не знаю причем того будут на самом деле не интересны абсолютно то есть дома будут ну смысле квартиры это будут банальные типичные испанские квартиры с дурацкой планировкой я не была конкретно в этом доме но я в целом говорю что вы заплатите много денег за то что вы будете смотреть на парк айора и находиться в районе айора около около города науки около моря около всего всего-всего-всего но планировка квартиры и сама квартира у вас может быть 60 метров она будет маленькая там трехспальная ну где везде вот так то есть у планировку вас от этого не меняется запомните здесь цена еще раз повторяем миллионный раз цена в валенсии как минимум цена объекта зависит от того лифт у вас есть или нет от того где находится эта квартира соответственно то что она маленькая или большая ли у нее дурацкая планировка или нормальная сильно на цену не повлияет смотрите какие кактусы замечательные вы посмотрите какие растения вот на это алое наверное которая уже аж задеревенела когда моно здесь сидит здравствуй кактус здравствуй здравствуй класс ну так вот видите вот люди вышли сидят тут читаем что-то вот цветочки смотрите герань очень даже но она уже правда цвела но все равно нет замечательный парк на самом деле и приятно по нему ходить и главное что есть куда спрятаться потому что есть парки которые видно новенькие и реально некуда спрятаться от солнца и ну смысл от такого парка не очень понятен вышли из парка сразу же в следующий парк попали на детскую площадку она приличная но показать мне вам не может то что могут детей мы вроде вышли из парка вроде не вышли потому что забор остался там но впереди тоже есть забор еще один пола у де айора и спай со все культура ведь какое-то культурное культурное здание называется пола уэд небольшой так небольшой дворец до айора все выходим отсюда и попадаем в новые дома который точно также смотрят на парк айора как здорово друзья мои как здорово как же прекрасно жить некоторым людям